Приветствую вас! В этом выпуске я расскажу об эпидемии 250-262 года в Римской империи, получившей в литературе название «Чума или моровая язва Киприана». Если мой рассказ будет для вас интересным и полезным, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. Почти через сто лет после чумы Антонина, описанной в предыдущем ролике, в Римской империи вспыхнула новая масштабная эпидемия. Она продолжалась с 249 по 270 год с перерывами. О течении эпидемии нам известно из трудов трех церковных деятелей, описавших эпидемию. Епископа Александрии Дионисия Великого, рассказавшего о течении чумы в Александрии Египетской, а также двух клириков из Карфагена – епископа Карфагенского Киприана и диакона той же церкви Понтия Карфагенского. По имени епископа Киприана, наиболее полно описавшего эпидемию, болезнь получила название «чума» или «моровая язва Киприана». Известно, что болезнь началась в Эпиопии, откуда попала в Египет и далее распространилась по всей империи – с юго-востока на северо-запад. Одним из первых мегаполисов, которые охватила эпидемия, была Александрия Египетская. Это был огромный, чрезвычайно красивый город с населением 500 тысяч человек. Я поместил здесь видео и несколько картинок с изображениями Александрии, и они лишь в малой степени передают обаяние этого города. Епископ Дионисий описал течение чумы в Александрии, правда, оно относится не к первой волне эпидемии, а к одной из последних волн – 264 год. Дионисий писал «Сейчас всюду похоронный плач, все горюют, город оглашает вопли по умершим и каждодневно умирающим». Как написано было о первенцах египтян, так и теперь. «И поднялся вопль великий, ибо нет дома, где не было бы мертвеца. Хорошо, если не больше одного». По словам Дионисия, в Александрии практически не осталось людей старше 40 лет, хотя раньше их было здесь очень много. А всего население города сократилось с 500 до 190 тысяч человек. Разумеется, не все они умерли вследствие болезни. Значительная часть населения покинула город, спасаясь от эпидемии, но все же численность жертв болезни была огромной. В разгар эпидемии, по мнению современников, умирало по 5000 человек ежедневно. Понтий Карфагенский, диакон Карфагенской церкви, в своей книге «Жизнь и страдания Киприана» рассказал о течении эпидемии в Карфагене. В описанный период Карфаген, равно как и Александрия, также был одним из наибольших мегаполисов империи с населением более 500 тысяч человек. Понтий описал обезлюдившие улицы, валявшиеся повсюду груды мертвых тел, горожан, чуравшихся общения с близкими или в страхе убегавших из города. Впоследствии разразился ужасный мор, и ненавистная болезнь вторглась в каждый дом, подряд дрожащего населения. Все дрожали, бежали, уклоняясь от заражения, безбожно бросая своих родных и друзей, будто бы забвением человека, умершего от мора, можно было исключить и саму смерть. Между тем, во всем городе лежали уже не тела, а трупы многих, уже не вызывая жалости у проходящих. Епископ Киприан принял активное участие в борьбе с эпидемией, ухаживал за больными, организовывал погребения умерших. Он же, как сумел, описал симптомы болезни в книге о смертности. Расслабление желудка отнимает телесные силы. Жар изнутри, переходящий в гортанные язвы, расстравляет их. Непрерывная рвота потрясает внутренности. Прилив крови делает воспаление в глазах. У некоторых отсекаются руки и другие члены, вследствие заразительного гниения. От расслабления тела происходит дрожание в ногах, заграждается слух, повреждается зрение. Сам Киприан увещивал свою паству сохранять присутствие духа и даже в эти тяжелые дни не пренебрегать последним долгом перед умершими. Он считал моровую язву необходимой и полезной, поскольку она испытывает людей, открывая, служат ли здоровые больным, любят ли искренне ближние родных своих, жалостливы ли господа к рабам, подвержшимся немочи. А для христиан она вдвойне полезна, поскольку они охотно стали желать мученичества, научившись не бояться смерти. Эпидемия украсила дух славой мужества, научив презирать смерть, уготовив мученические венцы. О мученичестве Киприан говорил и в сочинении похвала мученичеству. Разве мы не видим бедствий, вызванных некой ранее неизвестной чумой, а резня в опустошенных городах? Отсюда мы можем узнать, какое великое достоинство имеет мученичество, к чьей славе даже мор начинает побуждать нас. Основной причиной эпидемии считали испорченный воздух в соответствии с теорией миазмов Гиппократа и Галена. Однако многие современники считали, что болезнь передавалась через одежду, что предполагает смутное представление об инфекционном происхождении болезни. Некоторые считали, что болезнь передается посредством взгляда больного на здорового. Очевидно, последнее воззрение возникло потому, что кроваво-красные воспаленные глаза заболевшего действительно производили довольно жуткое впечатление. Как обычно, одной из главных причин был указан гнев богов, на этот раз вызванный тем, что многие римляне уже не исполняют предписанных ритуалов и не приносят жертвоприношений. Очень возможно, что эдикт императора Деция 250 года был вызван эпидемией. В эдикте говорилось, что каждый житель империи должен был публично в присутствии местных властей и специальной комиссии принести жертву богам и отведать жертвенного мяса. После чего он получал специальный документ, либеллус, удостоверявший этот акт. Отказавшиеся от жертвоприношений подвергались наказанию, которым могла быть даже смертная казнь. Естественно, что жертвой этого эдикта пали в первую очередь христиане, для которых принесение жертвы языческим богам было равносильно отказу от собственной веры. Поэтому замечание Киприана о мученичестве сделано совсем не случайно. Тем более, что сам епископ пал жертвой очередных гонений уже при Валериане I в 258 году. Государственное управление пришло в полный упадок. Структурная целостность имперской машины развалилась. Крах легитимности заставлял одного узурпатора за другим пытаться занять трон. Эпидемия началась при императоре Деции Трояне 249-51 годы. И до конца эпидемии сменилось несколько императоров, двое из которых умерли от болезни. Один из них, Гай Валент Гастелиан, пришедший к власти в июне 251 года, умер от эпидемии уже в ноябре того же года. Другой, Марк Аврелий Валерий Клавдий, известный как Клавдий II Готский, ставший императором в 268 году, умер во время одной из последних волн эпидемии уже в 270 году. Эпидемия способствовала временному распаду империи. В 260 году выделилась Гальская империя, основанная полководцем Марком Постумом. Она включала в себя Галлию, провинции Германию и Британию. Почти одновременно возникло Пальмирское царство, глава которого Аденат провозгласил себя Августом. В состав этого государства, кроме самой Пальмиры, входили провинции Сирия, Палестина, Египет и часть Малой Азии. Лишь императору Аврелиану 270-275 годы ценой больших усилий удалось вновь присоединить отпавшие области. В 273 году он присоединил Пальмиру, а в 274 году Гальскую империю и получил титул восстановителя империи. Но восстановление было непрочным, и лишь реорганизация системы принципата в доминат при Диоклетиане позволила империи продолжить свое существование. Зато чума Киприана весьма положительно повлияла на распространение христианства. Епископ Дионисий писал, «Весьма многие из наших братьев безбоязненно навещали больных, безотказно служили им, ухаживая за ними ради Христа, радостно умирали вместе, исполняясь чужого страдания, заражались от ближних и охотно брали на себя их страдания. Многие, ухаживая за больными и укрепляя других, скончались сами, приняв смерть вместо них. Так уходили из жизни лучшие из братьев – священники, диаконы, миряне. Их осыпали похвалами, ибо такая смерть, возможная только по великому благочестию и крепкой вере, считалась равной мученичеству». Язычники вели себя совсем по-другому. Заболевших выгоняли из дома, бросали самых близких, выкидывали на улицу полумертвых, оставляли трупы без погребения, боялись смерти, отклонить которую при всех ухищрениях было нелегко. Разумеется, я не склонен полностью доверять этому свидетельству. Далеко не все христиане проявляли такую самоотверженность, да и не все язычники были столь черствыми. Но если учесть, что значительная часть христиан жаждали мученичества, дающего прямой путь в Царствие Небесное, а смерть от болезни, приобретенной вследствие ухода за больным, приравнивалась к мученичеству, следует признать, что доля истины в сообщении Дионисия есть. Христиане действительно часто оказывали помощь, когда язычники бежали, да и вообще во время подобных бедствий очень привлекательно ощущение принадлежности к христианской общине, которая тебя в беде не оставит. Именно во время эпидемии количество христиан возросло многократно. Гонения диоклетиана в конце III века были последней попыткой остановить их рост, но уже Константин принял неизбежные, и вера Христова стала государственной религией. Современные врачи пытались поставить точный диагноз болезни, основываясь на описании Киприана. Других описаний просто не сохранилось. Патология включала утомляемость, кровавый стул, лихорадку, поражение пищевода, рвоту, кровоизлияние в конъюнктиву глаза и тяжелую инфекцию конечностей. За этим часто следовали истощение, потеря слуха и слепота. Очевидно, что описание сделано не врачом, и поэтому у современных исследователей возникли значительно большие трудности в постановлении диагноза, чем в случае чумы Антонина. Вариантов несколько. Традиционно первым по времени диагнозом была бубонная чума. Однако от этого мнения вскоре отказались, поскольку Киприан не мог пропустить в своем описании такой важный симптом, как наличие бубонов. Достаточно правдоподобный был вариант диагноза ОСПА. В этом случае можно было бы говорить, что чума Киприана была своеобразным продолжением чумы Антонина. Но при ОСПЕ обязательно должна быть сыпь, преимущественно в виде пусту. А этот симптом также Киприанам не описан. Часть исследователей сходятся на диагнозе грипп, а именно вирулентный грипп типа испанки. Однако, хотя симптомы испанки и чумы Киприана схожи, но не идентичны. Поэтому многие исследователи отстаивают мнение, что это была филовирусная геморрагическая лихорадка типа лихорадки Эбола, вспышки которой были зафиксированы в 20 веке в Центральной и Западной Африке. Именно для этой болезни характерны покраснения глаз, диарея и рвота. А гниение и ампутация конечностей напоминают гангрену, также иногда возникающую в ходе течения лихорадки Эбола. В 1997 году команда итальянских археологов раскопала на западном берегу Нила в древних Фивах, сейчас это окрестности Луксора, массовые захоронения. Фрагменты керамики позволили датировать находки середины 3 века и связать захоронения жертвами эпидемии. Тела были уложены в ямы и засыпаны толстым слоем извести, которое в древности использовалось в качестве дезинфицирующего средства. Рядом были найдены три печи, где обжигалась известь, и гигантское кострище, содержавшее человеческие останки. Из-за большого числа умерших погребение совершалось в попыхах. Тела сжигались или складывались под толстым слоем извести. Но, к сожалению, генетическую экспертизу произвести не удалось вследствие отсутствия генетического материала. В итоге эта находка подтвердила сообщение о большом количестве жертв эпидемии в Египте, но вопрос о точном диагнозе остается открытым. Итак, рассказ о Чумеке Приана в Римской империи завершен. Если рассказ был интересным и полезным, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. До свидания.